МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Это же вода, это пруд, это красота. Утром выходишь, пруд. У нас уточки плавают здесь. Это так красиво. О том, как проходит экологическая акция «Вода России», смотрите в нашем сюжете. Мы так и воспринимаем, что это награда от Бога, что это настоящее богатство. Что значит в 11-й раз стать мамой, узнавала Айташ Чирагова. Чтобы добраться с точки А в точку Б, это очень удобно. Меньше времени занимает, чем на такси или на общественном транспорте. Новый летний транспорт появился на территории Люберец. О нем в сюжете Луиза Егезарян. Например, вы бежите 3 минуты, 2 минуты идете пешком. И это все очередовать в течение 30 минут. Как привести себя в форму, если не успели сделать это раньше, расскажет Анна Слайковская. А теперь подробнее об этих и других новостях. Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Руководители структурных подразделений и силовых ведомств подвели итоги отчетного периода и рассказали о планах на текущую рабочую неделю. Подробности далее. Более двух тысяч обращений от жителей приняли сотрудники полиции на минувшей неделе. За отчетный период в Люберецком управлении МВД возбуждено 14 уголовных дел. Только одно преступление пока остается не раскрытым. Личный состав занимается охраной общественной порядки на всех наших округах, особенно сейчас с хорошей погодой. Народа очень много на озерах. То есть это в Малаховке, Наташинске, в парках, особенно в вечернее время. Приготовимся к большим выходным. На территории городского округа Люберцы спасатели боролись с огнем пять раз. Три пожара произошло в жилых помещениях 1 июня. Два возгорания в бытовках 5 и 6 числа. В результате последнего происшествия погиб человек. В Люберцах продолжается капитальный ремонт МКД. Одна из частей программы – замена лифтов от служивших более 25 лет. На данный момент в домах городского округа заменили 56 подъемников, 15 в работе. Графики и списки замены лифтового оборудования размещены на официальном сайте администрации люберцы.рф, а также на сайтах управляющих организаций, в чьих домах производится замена лифтового оборудования. На совещании обсудили ход благоустройства округа, вопросы, связанные с вывозом мусора и ремонтом дорог, а также работу службы ЕДД-112 и учреждений здравоохранения. В конце встречи подвели спортивные итоги недели. Луиса Эйки Азарян, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Ремонт подъездов завершился в доме номер 19 в микрорайоне птицефабрика. Результат оценили руководители управляющей компании и жильцы дома. Своими впечатлениями они поделились с нашей съемочной группой. Дом 72-го года постройки в микрорайоне птицефабрика несколько недель был в состоянии ремонта, но результат того стоил. Полностью обновились шесть подъездов в пятиэтажке. Ремонтные работы проводились под контролем управляющей компании «Содействие». Цветовое оформление выбрали вместе с жильцами. Мы с ними согласовали в первую очередь кулер. Плитка и кулер. То есть это основный элемент, который мы должны согласовать. Потому что одним нравится бирюзовый, другим розовый цвет, третьим голубый и так далее. То есть как положено со старшим по дому, с активом дома мы все это согласовали. Помимо покраски стен и укладки плитки установили новые почтовые ящики и заменили осветительные приборы, а многочисленные провода скрыли в компактные пластиковые короба. Основная проблема – это провода. В основном интернет-провайдеры. То есть они как делают, амплод натяжен. Убрали короба. Конечно, это было самое сложное. Работы проводились не только внутри помещений, но и снаружи. Входные группы обрели новый вид. Покрасили двери, поменяли козырьки и тротуарную плитку. Жильцы дома работу оценили. Это еще не все работы по преобразованию здания. К концу лета здесь же, в 19-м доме на птицефабрике, запланирован ремонт цоколя. Анна Слайковская, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Люберцах идут работы по высадке цветов. Теперь улицы, аллеи и другие общественные пространства украшают однолетние растения. Подробнее в сюжете. Целлозия метельчатая, бегония вечноцветущая и колеус. Этими цветами украсили территорию возле вечного огня. В видах саженцев Александра Фролова, специалист садового центра, разбирается на профессиональном уровне. Изучала агрономию. Нужно сначала пробить ямку и посадить туда корневую систему полностью с комом, закопать и прижать. После этого производится полив и все это благополучно дает корешки и растет, цветет, радует глаз. Для посадки декоративных растений разработаны специальные нормы. На один квадратный метр можно разместить до 61-летников. Рассаду выращивают в теплицах. При правильном уходе в городе цветы хорошо приживаются и радуют глаз. Город становится красивее, ярче. Не скажу, что тут много туристов, но из них даже кто-то будет приезжать, они все-таки увидят, что тут красиво и все-таки кому-то посоветуют. Общая площадь посадки более 3930 квадратных метров. Украшать город будут Колиусы, Ценерарии, Бегонии, Тагетисы, Кохии, Агератумы и Пеларгонии. Это благоустраивает наш город. Город принимает эстетический вид. Становится приятно гулять по улицам. Очень красиво стало. Всего в городском округе высадят около 236 тысяч цветов по 45 адресам. По пяти проведут работы по вертикальному озеленению. Дополнительно установили шесть цветочных конструкций дерева. Радует то, что на улице сажают много цветов. Очень красиво всегда. Очень приятно смотреть на цветы красивые. Они бывают всегда равные. Уже сейчас цветочное оформление украшает еще один мемориал – аллею памяти на Куракинской улице. Однако в округе участились случаи вандализма. Неизвестные выкапывают цветочную рассаду. Нарушителей выявляют благодаря камерам видеонаблюдения, а материалы передаются в правоохранительные органы. Жилинский пруд стал чище благодаря акции «Вода России». В округе прошел третий этап экологического проекта, который стартовал по всей стране в конце апреля. Его главная миссия – привести в порядок не только прибрежные зоны, но и сами водоемы. Для местных жителей этот пруд, который в народе прозвали «Жилинским» – настоящая жемчужина и объект постоянного внимания и заботы. За чистотой на водоеме следят круглый год. Это же вода, это пруд, это красота. Утром выходишь, пруд. У нас уточки плавают здесь. Это так красиво, но так живописно, это наслаждение. Мы периодически ухаживаем за этим прудом, постоянно его убираем, косим траву. Но с очисткой самого пруда от поваленных деревьев люди сами не справятся. Нужны специализированные машины. На крич жителей деревни «Жилино» откликнулась администрация округа. Вместе с ними и предприниматели, которые предоставили технику. Огромное дерево, которое достали из пруда, сразу опилили и погрузили в специальные контейнеры. Вся собрана из водоема «Древесина» отправится на вторичную переработку. Не в самом худшем состоянии находится этот пруд по сравнению с другими водными объектами. Тем не менее, за водным объектом надо смотреть, чтобы он не пришел в ужасающее состояние. Мы подали заявку для того, чтобы войти в программу «100 прудов в Подмосковье» на следующий год. Мы очень надеемся, что в июне месяце здесь начнется следующего года полноценные работы уже профильными подрядными организациями по очистке, извлечению иловых отложений, очистке береговой зоны. Жилинский пруд стал третьим объектом в округе, где прошла всероссийская акция «Вода России». Завершится масштабный эко-марафон в конце этого месяца. Кульминацией ежегодного проекта станет уборка на реке Македонка. Луиза Еген-Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Концерт в День социального работника. Свой профессиональный праздник отметили сотрудники четырех социальных учреждений округа. Мы также побывали на мероприятии. Социальная работа – это вовсе не работа, а призвание. Такого мнения придерживается Ирина Еременко. Сотрудница Люберецкого социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних каждый день помогает детям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Сегодня за свою работу Ирина получила благодарственное письмо от Мособлдумы. Поздравить сотрудников социальной службы пришли депутаты Московской областной думы Игорь Каханы и Дмитрий Дениско. Это призвание как учитель, врач, так и социальные работники. И работа требует реального самоотрешения, потому что помощь людям, она всегда связана с чем-то таким, наверное, сверху идущим. И никак это не воспитаешь, если оно сверху где-то не дано. Я надеюсь, что и у вас будут времена, когда вы сможете не бегать там, не знаю, 10-20 адресов в день, а будете спокойно давать поручения своим депутатам, и мы все это сделаем за вас. В Люберцах работают четыре социальных учреждения. Это управление социальной защиты населения, комплексный центр социального обслуживания и реабилитации, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних и центр занятости. Люди у нас случайно и не задерживаются. У нас работают те, которые отдают свое сердце, все свои знания профессиональные, умения тем людям, которые нуждаются в помощи. Это и старшие поколения, и люди с ограниченными возможностями. Это семьи с детьми, многодетные семьи, люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию. В России этот профессиональный праздник учредили в 2000 году указом президента страны. В Подмосковье стартовал пилотный проект по единому стандарту поликлиник. Сейчас в него вошли пять муниципалитетов, среди них и городской округ Люберцы. О новом формате работы амбулаторного звена наш следующий сюжет. Все ради удобства пациентов. Такова главная цель пилотного проекта, запущенного Министерством здравоохранения Московской области. Поликлиническое отделение номер 7 Люберецкой областной больницы уже примерило на себя единый стандартный облик. Здесь обустроили зону комфортного ожидания, обновили навигацию, информационную систему, а также ввели униформу для административного персонала. Театр начинается с вешалки, а поликлиника начинается с дежурного администратора. Данные сотрудники, можно сказать, находятся на передовой. Они встречают пациентов, отвечают на поставленные вопросы, занимаются прикреплением, маршрутизацией пациентов. Проект стартовал в апреле. Мы уже успешно отчитались о проделанной работе. Администраторы прошли курсы без конфликтного общения. К этой поликлинике прикреплено более 20 тысяч взрослого населения. В основном это жители Красково, Коренёво и деревни Марусино. Девочки хорошие очень в регистраторе, врачи хорошие. Молодцы, очень внимательные. Если они не могут, то они идут где-то что-то сообщить другому врачу, чтобы, как говорится, записать. Нет там медсестры, она бы не нашла, куда записать можно было. Поликлиника номер 7 – первый, но не единственный участник проекта в городском округе. В дальнейшем эту эстафету примут все амбулаторные отделения. Луизей Геозарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Открытый урок по правилам дорожного движения провели в детском автогородке. Участники летнего лагеря на базе гимназии номер 41 побывали не только в роли пешеходов, но и в роли водителей. Подробности смотрите в сюжете «Айтаж» Чираговой. Всегда смотреть по сторонам. Главное правило поведения на дороге школьники уже знают. Но как должен вести себя водитель, пусть даже велосипеда, им рассказали только сейчас. Первоклассница Анна Нестерова полученные знания сразу проверила на практике и впервые села на двухколесный транспорт. Еще нужно смотреть, куда ты едешь и ориентироваться по знакам, где они стоят. Их нужно соблюдать, чтобы было все безопасно, чтобы авария не произошла и чтобы полицейский никогда не арестовал. Лето – это не только пора каникул, но и безопасности. В городском округе участились случаи дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Только с начала года дети пострадали в восьми ДТП. К сожалению, семь из них были пешеходами. И три ребенка пострадали в дорожно-транспортных происшествиях по собственной вине. Профилактические занятия, внимание, дети, будут проходить до 13 июня. До конца этого же месяца в Люберцах проводится социальный раунд. Некуда спешить. Водителей просят быть аккуратными на дорогах и не превышать скорость. С наступлением теплой погоды учащаются случаи выпадения детей из окон. Единственный способ избежать трагедии – установка специальных защитных устройств и блокирующих замков. Наша съемочная группа познакомилась с родителями, которые уже позаботились об этом и советуют всем остальным последовать их примеру. Пока мама занята домашними делами, пятилетняя Злата, ловко взобравшись на подоконник, пытается открыть окно. В соседней комнате ее младшие братья затеяли такую же игру. Но как бы ни старались дети, реализовать задуманное у них не получилось. В квартире на всех окнах установлены блокираторы. Там стоят, конечно, сетки. И сетка – это мнимая защита, я считаю. Кажется детям, что там это безопасно, можно на нее опереться, но она может упасть в любой момент. Мы заселились в эту квартиру три года назад. На тот момент у нас уже была дочка, ей было около двух лет. И мы сразу поставили блокиратора на окна. Дети – это ценность, это важность, это продолжение нас. И их нужно оберегать, охранять и заботиться о них. С этим наверняка согласны все родители. Но далеко не в каждой квартире окна можно назвать безопасными. Отсюда печальная статистика. В прошлом году в Московской области из окон выпали более 90 детей. И в этом году уже тоже есть жертва. В Подольске двухлетний мальчик на прошлой неделе облокотился на москитную сетку и выпал из окна, когда мама пошла на кухню ставить чайник. Ребенок погиб. И есть ощущение, что это случится не с нами. И что это происходит, наверное, в неблагополучных семьях. Однако могу утверждать, что по статистике такие трагичные случаи происходят в самых обычных семьях. Установка защитных устройств на окнах – процедура незатратная ни по деньгам, ни по времени. Хотя о каких цифрах может идти речь, когда стоит вопрос о жизни и здоровье собственных детей. Обязательно просто блокираторы, замки, все что угодно ради безопасности детей. Потому что каждая из этих женщин – победительница. И определила это не количество голосов или лайков. Испытания в их жизни начались задолго до того, как они вышли на эту сцену. Дочке 4 года, Виктория. У нее онкологическое заболевание. Но она его победила. Сейчас мы находимся в ремиссии уже более полгода. Это моя первая. Ее зовут Дарья. Ей 14 лет будет. Второй ребенок у меня Антон. Ему 10 лет. И маленький сынок 2 года. Игорек. С поликистозом почек. У каждой из участниц проекта своя история. Но всех объединяет одно. Они – мамы особенных мальчиков и девочек. В семье Рязановых 8 детей. Двое борются с болезнью. У меня тройняшки. И одна девочка в 7 месяцев у нас поставили диагноз ДЦП. А второй из тройняшек полгода назад поставили онкологию. У нас рак почек. И мы лечимся. В январе нас прооперировали. И сейчас мы проходим химиотерапию. Еще половина пути только прошло. Но мы верим, что мы справимся. Веру в лучшее придал проект «Я смогла». Его инициировала Татьяна Орлова. Тоже мама особенного ребенка. Идею жительницы Люберец помогли воплотить в жизнь сообщество «Нежный бизнес» и «Союз женщин Подмосковья». Заключительный день интернет-марафона превратили в большой праздник с концертом, сладостями и бесплатным мейкапом для всех участниц. На протяжении двух недель мамы особенных деток рассказывали свою историю. Делились укладом своей жизни. Делились теми ориентирами и маячками, которые дают им силы. Это, в общем-то, способ подсветить эти истории для того, чтобы все мамы на свете не боялись никаких сложностей и особенностей и понимали, что они не одни. Каждая из участниц присвоили звание в разных номинациях. Например, призы зрительских симпатий достался Марии Исаковой. Самой активной признали Ирину Синицу, а самой позитивной – Викторию Рязанову. Волнительным моментом стало объявление имени первой финалистки. Ульяна Акимова! Лучшая из лучших! Главная героиня! Проект прошел впервые, поэтому желающих присоединиться к нему оказалось немного. Организаторы планируют сделать такой марафон ежегодным и уверены, что с каждым разом он будет объединять все больше и больше особенных мам. У Изи и Геозарян Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В многодетной семье Юкиных 2 июня родился 11-й ребенок. Теперь у Олега и Заиры 8 дочерей и 3 сына. Наша съемочная группа навестила счастливую семью. В Московском областном центре охраны материнства и детства Заира Юкина – частый гость. Предыдущие 10 детей родились здесь же. И теперь они с нетерпением ждут дома самую младшую – Тею. У нас в семье так, что мы ждем уже, когда животик появляется. Детки уже все ждут, уже спрашивают, кто мальчик, девочка. Они уже целуют, они уже с ним общаются. Вес почти 3 килограмма, рост 53 сантиметра. Пол для отца семейства значения не имеет, поэтому рождению уже восьмой девочки обрадовался. А фразу «планировать ребенка» Юкины не любят, потому что чудо всегда только ждут. Читая священное писание, Библию, мы так и воспринимаем, что это награда от Бога, что это настоящее богатство. Ни деньги, ни что-то еще. Хотя это тоже все нужно, и этого порой не хватает зла. Но вот это самая настоящая награда. Поздравить семью с рождением малышки пришли член общественной палаты городского округа Люберцы Елена Кончелли и священник Игорь Крикота. Для нас, конечно, христиан это особая радость, потому что видим, что на примере вот этой прекрасной семьи сбывается благословение Божие. Потому что в первую очередь, когда церковь благословляет молодоженов на брак, она дает благословение на любовь совместную и, конечно же, на рождение детей. Медики отмечают, роды прошли без осложнений. Мама чувствует себя хорошо, а за первыми днями жизни Теи сейчас наблюдает врач-неанатолог. Малышка родилась доношенная, в удовлетворительном состоянии. С рождения была на грудном вскармливании, сразу с мамой, на совместном пребывании. Кроватка, распашонки и чепчики приготовлены. Осталось дождаться выписки. Айтаж Щерагова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Счастлив тот, в ком детство есть. Люберчане решили последовать словам Мэри Поппинс. В Наташинском парке прошел ежегодный фестиваль «Город детства». На праздники побывала наша съемочная группа. Парад колясок объявляется открытым. В этом году темой шествия выбрали транспорт, самодельные автобусы, машины времени и даже квадрокоптер с пилотом на борту. Наталья Левина участвует в параде первый раз. Вместе с сыном Алексеем сделала необычную машину. Он везде ходит. Не только можно летать, но и ходить по льду, по снегу. Это удобно, комфортно и очень быстро. Мой сын, где творится преступление, совершается, он быстро прилетит на помощь, всех спасет. Он самый справедливый полицейский. В параде колясок участие приняли 13 семей. Организаторы фестиваля подготовили также познавательные, креативные, кулинарные мастер-классы и концерт. Также у нас состоится заезд на беговелах, на талакарах, на самокатах. Мне кажется, сегодня такой тон мероприятия, это должно быть много улыбок и смеха, чтобы он был яркий, чтобы он был запоминающийся и потом много-много фотографий. Участницы «Мамы офлайн» организовывают фестиваль «Город детства» с 2019 года. Айтад Чирагова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Прокатиться с ветерком, объехать пробки и не думать о заправке. В Люберцах заработал прокат электросамокатов. Один из пунктов аренды расположен при входе в Наташинский парк. Как воспользоваться новой услугой и во сколько обойдется поездка на двухколесном транспорте, узнавали мои коллеги. Более 600 электросамокатов в распоряжении жителей городского округа Люберцы. Все, что нужно для аренды летнего транспорта – смартфон и установленное в нем приложение сервиса. Александр Морячук – водитель электросамоката со стажем. На его счету более 500 поездок на арендованном двухколесном транспорте. Преимуществ у такого средства передвижения, по его мнению, много. Стартовая стоимость аренды – 30 рублей, далее 5 рублей за минуту поездки. Воспользоваться услугами кикшеринга могут жители от 18 лет. Большой плюс, что наши самокаты обладают возможностью ограничения скорости и даже новичок при движении не рискует своей жизнью, здоровьем. Он может двигаться до 20 км в час, а в парковых зонах мы ограничиваем скорость до 5 км в час. Пункты аренды электросамокатов расположены у станции метро возле парков и остановок общественного транспорта. Всего в этом году в городском округе Люберцы оборудуют 60 таких точек. Это некое удобство, кроме того, что это развлечение, понятно, это еще и удобство, скажем, куда-либо доехать. Взял, вышел и доехал до магазина, и можешь в магазине, я так понял, его оставить. А там кто-то может его взять и дальше поехать. Все сегодня посредством современных технологий фиксируется. Фиксируется не только местоположение каждого самоката, но и его состояние. Перед тем, как начать управление новым видом транспорта, стоит пройти инструктаж. И опытным водителям и новичкам важно не забывать о правилах дорожного движения. В Дворце спорта «Триумф» прошло открытое первенство Центрального федерального округа по самбо. В соревнованиях приняли участие девушки и юноши 11-12 лет. Подробности о спортивных состязаниях смотрите далее. На этот раз большой зал Дворца спорта «Триумф» собрал 180 спортсменов из 10 регионов Центрального федерального округа. Это лучшие самбисты, которые показывают достойные результаты на домашних турнирах. Теперь пришло время борьбы на более высоком уровне. Русмина приехала из Астраханской области. Это не первый спортивный поход юной самбистки. Она выступала на различных турнирах и практически везде занимала призовые места. В Твери второе место, в Самаре третье и в Москве второе. Люберцы представляют семь спортсменов. Выступая в составе сборной Московской области, они отстаивают честь не только городского округа, но и всего региона. Каждый результат, первое, второе, третье и даже пятое место, они вносят определенные очки в общекомандную копилку. Потом очки суммируются и выявляются сильнейшие сборные. Нам важно, чтобы мы сегодня, как Московская область, были лучшим регионом. В следующем сезоне эти спортсмены перейдут в старшую возрастную группу, где их уже будут ожидать чемпионаты всероссийского уровня. Первенство ЦФО своего рода – показательное выступление перед большим выходом на ковер. Самбо – это такой базовый вид спорта, именно базовый. Поэтому после этого вида спорта можно в футбол, в хоккей, куда угодно. Обычно ребята более координированные, поэтому мы как бы проповедуем этот вид спорта. Я считаю, что у самбо есть большие перспективы, тем более вы знаете, что это наш национальный вид спорта. Люберцы – кузница будущих чемпионов. На сегодняшний день в относительно молодой федерации самбо занимается более 500 юных спортсменов. В округе работает семь отделений для занятий этим видом спорта. В сентябре ожидается открытие еще трех. Луиза Игия Зарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Там же в Триумфе состоялась открытая тренировка по самбо. Так, спортсмены отметили завершение сезона и отправились на летние каникулы. О том, как развивается советский вид спорта в городском округе Люберцы, расскажет наш корреспондент. Самооборона без оружия – так расшифровывается название этого вида единоборства. С 1947 года его признали международным. Приемы решила выучить и Кира Калинина. Препробовав разные виды спорта, семь лет назад выбор сделала в пользу единоборств. Мне нравится то, что это динамичный вид спорта, то, что тут большинство неограниченных возможностей, можно пробовать что-то новое. Это помогает отвлечься от чего-то, самореализовываться. Кира – победитель первенства Московской области по самбо. В сентябре представит городской округ на российском уровне. Готовит выдающихся мастеров единоборства тренер и председатель федерации самбо в Люберцах Виктор Худяков. Характер самбиста, прежде всего, это умение идти к своей цели, несмотря на все трудности. Умение преодолевать себя, преодолевать соперника, преодолевать какие-то свои комплексы, сложности внутренние. На открытой тренировке секретами поделились чемпионы Европы и обладатели мировых кубков. Али Куржев, Александр Сарайкин и Глеб Познахирко. Мастер-классы от лучших спортсменов – частая практика в Федерации самбо. На самом деле, самбо у нас достаточно серьезно представлено. Семь у нас залов. Планируется со следующего года, ну, с учебного года, открыть еще дополнительно три зала. Федерацию самбо городского округа Люберцы основали в 2017 году. В отделениях занимаются более 500 спортсменов. Всего в округе в общеобразовательных учреждениях самбо занимаются около тысячи детей. Айтад Шчерагова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Проведите каникулы с пользой. Для любрецких школьников организовали открытую тренировку с мастер-классом по жиму штанги лежа. Со спортсменами пообщались мои коллеги. В здоровом теле – здоровый дух. Для Эдуарда Канеева это не просто крылатое выражение, а девиз жизни. Ученик пятой гимназии спортом занимается с раннего детства. Открытая тренировка – это повод пообщаться с друзьями и с пользой провести время. Когда ты ведешь здоровый образ жизни, ты более красиво выглядишь, у тебя больше энергии. Соответственно, ты сможешь достигать свои цели. А просто пролеживая всю свою жизнь на диване, я думаю, в этом нет смысла. Учился юноша быть сильным духом у Андрея Сухарева. Мировой чемпион по пауэрлифтингу лежа выполнил жим штанги весом 360 килограммов. А тем, кто хочет профессионально заниматься спортом, дал несколько простых советов. Сразу ничего не получится. Должна какая-то быть цель. Если у человека есть цель, то он к ней идет постепенно. А быстро к этому приводят только травмы. Для этого даже просто необходимо перед началом своих тренировок взять бумажку, встать на весы, написать, что я от пола первый раз сажался 30 раз, или 20, или 10 раз. И посмотреть через два месяца то же самое. Открытую тренировку провели в рамках акции «Каникулы» с общественным советом. Регулярно организаторы встречаются со школьниками и устраивают спортивные мероприятия. Основная задача нашей акции – это обратить внимание и привлечь молодежь к спорту. Многие из этих ребят, на самом деле, как практика показывает, ни разу в жизни не были в подобных заведениях. И многие в этот момент, так скажем, для себя открывают что-то новое. В ближайшее время в рамках продвижения здорового образа жизни члены общественного совета организуют футбольные матчи-зарядку, которую проведет сотрудник правоохранительных органов. Кореневский карьер вновь стал местом проведения масштабных турниров. На водоеме прошел Кубок чемпионов «Свимкап». Это первая в России международная серия соревнований по плаванию на открытой воде. С организаторами и участниками спортивного проекта познакомилась моя коллега Луиза Едиозарян. На пляжной зоне Кореневского карьера так многолюдно не было давно. 250 спортсменов из различных уголков России приехали, чтобы посоревноваться за звание самого лучшего пловца. Больше всего участников из Москвы. Среди них как любители, так и профессионалы. Прекрасный настрой. Надеюсь на очень хороший результат, потому что сегодня я как раз-таки открываю этот сезон открытой воды. Для себя и в принципе. И сердце бьется, очень волнуюсь. Перед стартом участники облачаются в специальную экипировку. На плавательный костюм устанавливают чипы для того, чтобы отслеживать и фиксировать время у каждого спортсмена. Соревнования будут проходить по трем дистанциям. Три километра участники плывут, два километра плывут и самая короткая дистанция – это один километр. С момента старта до момента финиша будет отсчитываться время. Соответственно, люди, показавшие лучший результат своей возрастной категории, попадут на пьедестал и получат ценные призы и подарки. Это первый заплыв на открытом водоеме с начала летнего сезона. Температура воды – 18 градусов. Спортсменам дают возможность привыкнуть к ней на разминку полчаса. Прохладненько. Это первый старт в этом году, поэтому мне холодновато. Я в детстве занимался более-менее профессионально, а сейчас просто поддерживаю форму как любитель. Первая группа – это спортсмены, которые выбрали максимальную дистанцию – три километра. Чтобы справиться с задачей, им предстоит проплыть два больших круга. Пять, четыре, три, два, один. Этот турнир стал восьмым по счёту. За всю историю Кубка чемпионов «Свимкап» более 50 тысяч любителей приняли участие в масштабном проекте. Уже второй год подряд организаторы заплыва выбирают местом проведения соревнований «Коренёвский карьер». На стадионе «Торпеда» состоялась игра в рамках открытого первенства городского круга «Люберцы» по футболу среди мужских команд. На поле встретились клубы «Балятина» и «Люберцы-М». За игрой наблюдали мы. Молодёжная команда «Люберец» принимала у себя опытных футболистов из посёлка Октябрьский. С первой половины игры гости из «Балятина» вырвались вперёд и забили четыре гола. Они пока молодые, им лет плюс 17. Пока ещё тёпленькие. Это пока только сезон, втягиваемся. Пока эмоций нет. Это в конце только, когда будем очки подсчитывать. Тогда будут какие-то эмоции. С большим отрывом футболисты из Октябрьского обыграли молодых спортсменов из «Люберец-М». Счёт 7-1. Но у проигравших есть шанс выйти вперёд. Турнир пройдёт в два круга. Финал первенства состоится в сентябре. Уже по желанию самих команд победители могут продолжить участие, заявляясь в областные соревнования. Но кроме самого первенства планируем, что по окончании этих соревнований мы ещё проведём кубок также городского округа «Люберца». В турнире участвуют семь футбольных команд. В день открытия первенства между собой сыграли «Люберцы-Тензе-М», «Малаховка», «Урожай» и «Коренёва». Айтадж Чирагова, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Лето – лучшее время для занятий спортом на свежем воздухе. Пробежка – самый доступный способ привести себя в форму к отпуску и укрепить здоровье. Советами о том, как правильно войти в спортивный режим, с нами поделились тренер по лёгкой атлетике Анна Анисимова и чемпион Московской области по семиборью Дмитрий Лапшов. Разминка – главная составляющая любой тренировки. Дмитрий Лапшов знает об этом не понаслышке. Спортсмен тренируется каждый день. В 17 лет он чемпион Московской области по семиборью и обладатель первого взрослого разряда по лёгкой атлетике. Стандартные упражнения начинаются с головы и дальше мы переходим постепенно вниз. Делаем повороты головы и разминаем плечи и руки. Затем корпус. Лучшее упражнение – простое скручивание. И плавно переходим к голеностопу. Главное во всём знать меру и не переусердствовать. И голеностоп – неотъемлемая часть бега, поэтому его надо разминать очень и очень серьёзно. После того, как мы сделали разминку, можно начинать пробежку. Дмитрий занимается лёгкой атлетикой уже 6 лет. На каждой тренировке он бегает в среднем полтора часа. Но тем, кто только начинает свой путь на беговой дорожке, тренер Анна Анисимова советует заниматься интервально, чередуя бег с ходьбой. Например, вы бежите 3 минуты, 2 минуты и идёте пешком. И это всё очередовать в течение 30 минут. На первых тренировках это идеально подойдёт. Также можно же использовать всякие гаджеты спортивные, которые будут вам подсказывать о повышении давления, частоты сердечных сокращений и прислушиваться к своему организму. Первая полноценная пробежка не должна превышать 10 минут. Затем постепенно следует увеличивать время тренировки. Чтобы занятия были продуктивнее, нужно правильно подобрать кроссовки. Например, если это твёрдая поверхность, то кроссовки должны быть более мягкими и лёгкими. Если вы бегаете по лесу, по грунтовому мягкому покрытию, то кроссовки к подошве могут быть более жёсткие. Если бегать пока сложно, достойная альтернатива – скандинавская ходьба. Это ходьба с палками, которой используется как опора. Любая нагрузка приносит пользу как физическому здоровью, так и эмоциональному. Бег помогает мне успокоиться, постоянно оставаться наедине со своими мыслями. И, в принципе, бег для меня работает не как метод для поддержания своей формы, а как раз-таки как успокоение. Привели мысли в порядок, пробежку окончили. Затем обязательно нужно сделать растяжку, чтобы мышцы не разболелись. Элементарные наклоны к одной и другой ноге сделают своё дело. Анна Слайковская, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершён. Ещё больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте LRT.TV или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова